всем огромный при огромный привет спасибо что заглянули на мой канал и как всегда огромная благодарность что смотрите меня поддерживаете также комментируете ставите лайки и подписывайтесь ребят в общем заглянула я в комментарии под последним видеороликом там где бабе галле перевезли вещи и снова до споры и снова разборки друг с другом в комментариях и удивительно но как-то в этот раз мне кажется меньше людей открывают глаза на мальчиков но конечно есть и я долго искала но все-таки нашла комментарии где беспокоиться за бабу галю что вот она с удовольствием бы попила горячего чая или поела горячей еды в основном зацепились все за этот унитаз что сдайте этот унитаз уберите этот унитаз и не нужен он бабе галле но блин уже вроде как и разобрались и уже баба галле сказала что он ей не нужен и я думаю уже ребята сами разберутся мальчишки кибальчишки с этим унитазом нет комментарии прямо кучами сыплются по поводу этого унитаза дальше снова помоечная яма для сергея где снова цепляют то его штаны то то что он не сказал спасибо но я тоже в своем ролике говорила что я не услышала от него спасибо но такой он человек но неужели уже сами зрители не могут понять что он сам по себе такой человек и наверняка он не хочет чтобы его снимали и он сам не понимает почему эти посылки идут ему почему передают эти продукты почему передают какие-то подарки одежду ну потому что он не смотрит эти видеоролики и он сам не понимает он думает что там они возможно что-то говорят еще что-то добавляют в этих видеороликах ну как бы сами и вот он сам в таком каком-то недоумении находится да и надоели они думайте они ему приятны столько лет жил не знал ничего и на тебе теперь его должны снимать тогда когда захотят мальчики они тогда когда в общем-то может сергей и да как обычно залайкайте там мой пост какой-то чтобы съездили там в дом к лилии петровны и проверили а чё там проверять что там у той лилии петровны делать либо это знаете какой-то такой подставной пост был чтобы поехали проверили сказали ой-то украли то украли надо все забирать и взяли машинку стиральную которую сами ей привезли якобы или не привезли так да они же привезли ее и отдали молодой барышни новой героини в общем да ситуация такая что все это уже настолько напряжно и настолько противно смотреть и в прошлом ролике я уже говорила что это не помощь и это не доброе дело это просто какое-то издевательство сергею возят посылки а он смотреть на них не может и думает оставьте меня в покое баба галя перестала быть звездой ей ничего не присылают и снимают ее снимают но даже покушать не привезут до пишут чё там пошла и купила пенсию получила значит нечего снимать ее или она еще эту бытовку не отработала сколько ей еще месяцев отрабатывать эту бытовку съемками и что она не заслужила что ли миску супа горячего но никто же не говорит чтобы не таскали каждый день они за день снимут 4 ролика и неделю отдыхают что раз в неделю горячей еды сложно привести это какой-то абсурд я уже не понимаю и пусть никто им не приписывает то что они мужики и рядом нет женщины которая бы подсказала я вас умоляю мужики что они едят они что с этим духом живут они что не питаются доедят они каждый день в столовках то в кафешках то там то там еще и прихвастывают то в грузинском ресторанчике поели в кафе то еще в каком-то оба бегали дулю с маком а ты старушка сиди идет такая грустная к расскажи а грустная от того что она уже сколько времени не ела а сейчас сидит как у разбитого корыта мальчики обещали подлатать дом либо купить домик а поставили мне эту бытовку и фиг поймешь на какой земле в общем все это неприятно все это надоело но понимаете вот то что мы говорим до обзорщики то мне кажется что мы сотрясаем просто воздух а им абсолютно по барабану они снимали и будут дальше снимать на стримах будут им хвалебные оды петь они не будут читать дельных комментариев и будут с наивными такими невинными глазами говорит но мы бабушки же бытовочку купили но вот мы бабушки столик поставили туристические и вот сергею посылки привезли а сами чё и сделали сами что дали этим старикам что вы им сами от себя дали горшок простите меня так и на стримах была помощь на обстановочку бытовки так получается и горшок купили за эти деньги а то от канала купили горшок до на 20 горшков таких заработала баба галя а купили всего лишь один о короче толку сотрясать все это толку все это говорить таких вот слепых глухих с кастрюлями мешками ведрами на голове на канале у них тысячами десятками тысяч сидит и все равно будут слать эти люди и деньги пусть не так как раньше после первых видеороликов но все равно будут слать и да по поводу бабе галиных мешков там действительно тоже было много комментариев что в мешках какие-то банки склянки и один мешок прям чуть ли не занят одними валенками и еще там чем-то ну а где все что присылали бабе гали непонятно но еще один интересный момент где когда баба галя пришла в бытовку там лежал до пакет сазона и такое чувство что она там не ночевала и действительно пришла туда для съемок и видимо ей позвонили и поэтому ее и встретили на пути потому что я не думаю что этот пакет были лежал на том же месте с прошлого видеоролика в общем да мальчики еще у нас бескультурные заходя в дом они не разуваются разносят еще больше грязи зная что и так баба галя не особо аккуратная но они и подбавляют еще больше мусора но самое неприятное то что мальчики не читают комментарии хоть они говорят что мы читаем но они ничего не читают абсолютно потому что им безразлично что им пишут лишь бы писали они только могут удалять неугодные комментарии которые пишут их сторону а то что месяц бабу галю и сергея им до лампочки что хотят пусть то и делают неприятно все конечно но нам остается только ждать когда все это закончится и когда санта барбара с бабой галей бытовкой или домом или квартирой подойдет к финишу в общем и хорошие у меня все и как всегда всем хорошего настроения добра позитива улыбок ну и главное здоровье берегите себя и своих близких виртуальные обнимашки улыбаюсь до виртуальные потому что и хотела бы обнять каждого из вас потому что вы у меня самые классные самые ответственные честные справедливые и всем здоровья понимание любви всем пока